Доктор Эвельманс С моей точки зрения, это большая человекообразная обезьяна, похожая на шампанзе. Об этом говорит тот факт, что все местные жители, видевшие йети, утверждают, что когда он очень торопится, то бегает на четырех конечностях. Ни один человек этого не делает, ведь мы с вами бегуны по равнинной местности. Что же за антропой этот может быть? Реликт сиволикских холмов на севере Индии, где жили большие обезьяны, такие как сивопитекус, сугривопитекус и некоторые другие. Это также могла бы быть форма, родственная орангутану, приспособившаяся к жизни на открытой местности, хотя вообще-то орангутан прекрасно приспособлен к жизни на деревьях. Йети ведь прекрасно бегает по горам, если его вспугнули. Наш советский ученый Борис Поршин считал, что снежный человек есть не что иное, как неандертальцы. Вы, кажется, не согласны с этим? Я не был с ним согласен. Мы проработали вместе 20 лет. Мы много дискутировали по этому поводу. Но я признал, что он прав, когда сам осматривал в США замороженный труп существа, которое, скорее всего, было неандертальцем. Он был убит во Вьетнаме, заморожен и контрабандным путем вывезен в Соединенные Штаты. Но если Поршнев был прав, то и я прав тоже, потому что в действительности все западные ученые, американцы, англичане, итальянцы, французы, изучали существо, которое обитает в Непале, Бутане, Суринаме, на юго-востоке Гималайя. А советские ученые занимаются существом, живущим на северо-западе Гималайя. Получилось, что Поршнев и я изучали двух совершенно разных созданий. Я большую обезьяну, а он неандертальского человека. И вот что еще усложняет дело? Появление третьего неизвестного существа. Есть много слухов по поводу гигантского человека-обезьяны, имеющего рост от 1 метра 50 сантиметров до 3 метров. Его наблюдали в Китае и Бирме. Он встречается именно в этих двух странах. А ведь именно там жил когда-то гигант Эпитек, гигантский человек-обезьяна. Его останки находили там не раз. Это был действительно гигант. Посмотрите, вот слепок нижней челюсти. Это было огромное существо. Если вы сравните эту челюсть с челюстью шимпанзе, вы заметите существенную разницу. А вот челюсть человека. Видите разницу? Это действительно гигант. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!